Мы сегодня будем подбирать тачку на покупку. Адель, давай тапочку в пол. Да, это она! Я ехала на Мишиной машине, хорошо поцарапала машину. Мамка решала. Она очень хороша. Если бы мне ее подарили... Как будто, знаешь, ребенок в животе пинается. Это передается воздушно-капельным. Улица Литвина-Седова. Литвин, ты посидел! Когда мы начали встречаться с Мишей, когда первый раз он тебе дал покататься на какой-то машине. Бой с тени, давай, бой с тени. Я беру. 30 лямов она берет. Леди и джентльмены, это ваша уже любимая рубрика. Мы сегодня будем подбирать тачку на покупку моей подруге. И хорошо известной в узких и широких кругах Адель. Давай, давай. Она у нас BMW Дрочер. Она у нас королева эпатажа. И еще ночная жрица попросила добавить. Кто у нас еще пиццу готовил? Я готовила пиццу такую вкусную, ребят. Самая вкусная пицца на корже из магнита за 30 рублей. Я вам клянусь. В смысле, покупайте корж за 30-ку и пицца просто отменная. Миша вчера 4 штуки съел. Мы тебе будем сегодня машину подбирать. Я думаю, ты вкусный. Сейчас Идея расскажет, какая у меня была история, связанная с машинами. Какая у тебя была первая тачка? Первая машина была Mercedes ML 9-го далекого года, которая вся разваливалась. Она стоила 400 тысяч на тот момент рублей. У меня постоянно переставал работать кондиционер и печка. То есть зимой мне приходилось находить человека, который меня прикурит, так сказать. В минус 40 градусов такая девочка ходила, да. Потом я ее продала. Потом у меня была Mercedes C-шка. Мне ее дарили, вот. Потом ее забрали. На самом деле я даже не успела ее переоформить на себя. Она была не новая. Она была оформлена на его маму, да? Она была оформлена на него. И я не стала переоформлять, потому что не хотела принимать этот подарок. И проездив на ней месяц, я не чувствовала, что это моя машина. И я ее дала вообще со спокойной душой. Ну, как бы, ему пусть больше будет. И потом у меня был Mercedes GLC AMG 4 и 3. Хорошая машина, на которой я гоняла, давала тапочку в пол. Я на ней проездила около года и подарила ее родителям своим на свадьбу. Маме и отчиму. Просто хочу, чтобы в поднос вы уехали на моей машине. Теперь она ваша. Опять и опять у тебя за любовь. Как и то все на свете. Мы знаем, что ты BMW-дрочер. Как и я. Как и Дима. Как и Миша. А у тебя вот эта вот BMW-любовь, она появилась, когда ты начала сейчас слышать? Да, да. Это передается воздушно-капельным. Я вообще относилась очень ровно к BMW. Всегда любила Mercedes, которые мой молодой человек любит сжигать, подрывать и все, что можно с ними делать. Моя первая беха, за которой я проехалась, это была М8. Я верещала. Я была в шоке от этой скорости. По-моему, мне кажется, она даже побыстрее некоторых лам будет в спорт-режиме. После этого каталась на М4, на Кабрике. И Кабрик – это просто, конечно, любовь летом. А сейчас из-за того, что у Миши, Миша не может получить права, ну или там он сдает права, насколько я знаю, ты как главный водила в семье. Я не вожу его, я вожу только себя и сержу. На самом деле, он ездит на такси. Конечно, если ему нужно, я его куда-то довожу. Лево-вправо, она кидает Урус в полосы. Ну, а пока я езжу за рулем, и также он покупал ламбу Урус, и я на ней ездила, он даже на нее не сел ни разу в жизни. Все реально? Да, да. Он просто дал покататься себе, и потом ее хлопает. Со злости, видимо, потому что сам не мог поездить на такой ласточке. Называется, раз не мне, значит никому. Поэтому я очень рада, что у него нет прав. Мне сейчас скажут, какая же ты супер. Нет, я хочу, чтобы он получил права, но буду очень переживать за него на дорогах. Сейчас он уже не хасанит, как хасанила раньше, но все же он у меня такой гонщик. Но он может гонять, но главное, чтобы не загонялся. Да. Поэтому, ребят, первая тачка, которую мы посмотрим, для Адель это будет БМБ-7. Не бензиновая, гибридная, последней серии, самая нафаршированная, нафаршмаченная. И смотрите это видео внимательно, делайте себе пометочки, потому что будет интересно. Адель сможет отгадать стоимость, допустим, 7-ки, стоимость следующих машин, которые мы будем смотреть. Досматривайте до конца, потому что именно в конце мы покажем, какую машину Адель выбрала. Приходим к самой смачной, жирнющей части. Ставьте сразу лайк, подписывайтесь на канал, пишите классные комментарии, а мы погнали. Гоу! Фу! На самом деле, с этим маслом Дима может быть на миллион процентов спокоен за М3, ведь Зик Топ это премиальная линейка моторного масла с топовыми компонентами и топовыми технологиями. Киндеры, я буквально отрываю эту находку от своего сердца, это реально крутой продукт, ведь моторное масло Зик Топ изготавливается в Корее. И я как девочка, которая пользуется уходовой косметикой из Кореи, могу ручаться, что уходовые продукты из Кореи самые лучшие. Ну и не только уходовые. И это масло будет ухаживать за двигателем вашей машины, как все мои корейские крема ухаживают за моим лицом. А справляются они вроде как неплохо. Зик Топ это первоклассное моторное масло, которое одобрено ведущими автопроизводителями. Масло изготовлено по новейшим стандартам качества, выдерживает самые экстремальные нагрузки даже в суровых российских условиях. А знаете, что самое классное? Справедливое соотношение приятной адекватной цены и премиального качества. Кстати, моторное масло Зик Топ подходит большинству премиальных крутых марок автомобилей. Таких как BMW, Audi, Mercedes-Benz и Porsche. Так что ссылочку оставляю на него внизу. Прыгайте! Вот у нас Beha 7. Посмотрите, новая. Таких сейчас очень мало в Москве. Она как-то прилетела к нам в руки, что очень ценно. А Дэй даже смогла ее открыть. Ничего себе! Прикольно! Просто по первому впечатлению и внешнему виду я предполагаю, что машина прям типа 23-го года. Я не автоблогер. Пожалуйста, не нужно чморить мне в комментариях, если я не права. Это М-ка. То есть это еще дороже, да, получается, чем М-ка? Ну, типа да. Это будем считать М-ка, но у Семерок нету М-ок. А это просто М-пакет. М-пакет, да. Комплектация такая. Я вижу, что тут есть вот такие электронные интересные дверки. Выглядит очень круто. И мне кажется, что для поездки с водителем эта машина будет суперкомфортной. Я еще не была внутри, но предполагаю, что там практически как в Майбахе должно быть. Отодвигаются вот эти кресла. Ты просто в режиме полета. Это мы посмотрим попозже и поймем. Выглядит, конечно, очень сочно. Мне очень нравится. Блин, мне очень нравится вот этот ее рот. Как акула, я считаю. Подожди, она на бензине? Она электрическая. То есть ее нужно заряжать, правильно? Ну, я предполагаю, что она стоит около 20 миллионов. Вот это почти в точку. Что, прыгаем внутрь? Очень приятное сидение. Ну, типа ты в него прям проваливаешься. Мы здесь видим отделочку из дерева. Сразу триколор эмошный. Подстаканники, что очень важно для тех людей, которые... А, ну кофе ты не любишь? Такой монолитный монитор. А вот что тебе больше всего бросается в глаза сразу? Мне в первую очередь бросилась регулировка сидения. Она как алмазик, да, какой-то выглядит. Очень красиво. И, как я понимаю, тут сенсорная панель, да? Да, да, да. Закрытие, открытие дверей и также регулировки положения кресла. Мне это первое попало в глаза. Плюс вот это вот, как это? Ну, это накладка на динамике. Тоже очень необычно, знаешь, как будто немножко космически. Если посмотреть вперед, вот этот вот панель, да, очень интересный, потому что я не видела бы, как такой, именно вот такой. И правда напоминает, знаешь, внутри немножко Теслу. Хотя в Тесле все гораздо минималистичней, но как будто такая немножко самолетная машина. Ты вот скажи мне, как человек, который, наверное, бы, если купил эту машину, ездил сзади? Скорее всего, да. Потому что ты сидишь за рулем водилы, тебе, значит, надо прыгать назад. Прыгаю. Ой, ну все, ну по-барски села, вы посмотрите на нее. Короче, здесь есть офигенная функция. Функция кинотеатра. То есть вы становитесь полноценным созерцателем кино в этой машине. Файл ТВ вот так разложить. Смотри, смотри, смотри. Блин. Нет, на этой машине точно нужно ездить пассажиром сзади, с водителем. Очень круто. Сиденье. Так, ляжем. О, смотрите, тут спереди сразу отодвигается. О, пошло, пошло, смотри. Вау. Причем, смотри, 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 еще типа для того, чтобы лопать в носке. Блин, ребят, слушайте, ну, я вам хочу, знаете, еще сказать, что тут, мне кажется, даже комфортнее, чем в Майбахе. Ну, а так уже не лечь, конечно. Ну, я уже слишком много. Как бы в школу в свое время ездить на такой машине. Но я ездила на автобусе или пешком ходила просто в минус 40, блин. Интересно, как она именно в поездке машина? Что, давайте я прокачу. Давай. Д – это миндрайвер, you know? За пять звезд. За пять звезд, да. Она еще что-то говорит, вы слышите? Постойно. Она просто начала что-то говорить. Не страшно. Опытим исправим. Адель хочет настроить сидение в тот режим, который она была до того, как мы вообще сели в эту машину. То есть, чтобы эта сидушка сидела, стояла вот так правильно. Я поставила на один. Регулировка положения один. Но у меня обратно не заезжает эта дверь. Может, ресет? Мы не покупаем у вас BMW. Она вот себя ведет. Она вот… Что я сделаю? О! О! Все. Все, ура. Я разобралась. А я еще нашла этот массаж в сидении. Это мы любим, да. Она не включает. Макс, ну скажи, пожалуйста, мы можем поехать на лево и вот так типа выехать уже? Как-то типа практически не чувствуется. Может, посильнее надо? Уровень массажа поставила, ну типа на максимум и скорость. Как будто, знаешь, ребенок в животе пинается. И мне, конечно, не было детей, но вот такое ощущение. Я включила массаж. Разработка таза у меня появилась. Давайте попробуем догадаться, где у нас старт. Мне кажется, где-то справа вот. Фига. Ты посмотри. Она беззвучная типа? Постановла. Ты знала, что это за машина? Нет, клянусь, не знала. Просто у нас справа на М8 тут же старт. Это я просто проверила, Абель. Она так беззвучно заводится, да? Да, потому что это электрический автомобиль. И он вообще бесшумно ездит. Ты ездила, кто-нибудь, на Теслах? Я один раз ездила у Варпача. Мне вообще эта машина не нравилась. Но как только я села за руль и дала тапочку в пол, я немножко, конечно, предофигела. Как тебе ощущение сзади при поездке? Она плавная? Плавный ход имеет? Плавный ход 100%. Не считая того, что теперь сидит оператор, и он не дает мне полностью расслабиться и вытянуть ножки. Но первое впечатление было гораздо лучше, чем сейчас. Если эта машина правда стоит 20 миллионов... Она стоит 18 миллионов. Ты бы потратила свои 18 миллионов на эту машину? Она хорошая. Но я бы хотела вот в класс сначала, если для поездок с водителем. Потому что это комфортно. Плюс ты можешь посадить более 4-х человек в машину. Если ты едешь со своей командой, также с оператором, все гораздо комфортнее, мне кажется, чем будет на Бэхе. Но она прикольная. Если бы мне ее подарили, я была бы не против принять такую машину. Но свои кровные, заработанные, я не знаю, потратила бы ей. Кстати, как у нас с этими электрическими заправками в Москве? На самом деле за последние несколько лет электрификация происходит достаточно большими темпами. Я даже ездила на Тесле в Великий Устюг, это север России. А ничего, что Великий Устюг, это вообще-то моя родина. Пути Господни неиспобедимы, знаешь. И там даже я смогла подзарядить Теслу. Зарядная станция, она была прямо на вочине Деда Мороза, по-кинь. А в Москве много таких зарядных станций? Сейчас уже ставят на каждой подземной парковке нового ЖК. Потом есть в центре Москвы очень много быстрых зарядок. А по времени сколько зарядка? Полчаса до 80%. Ну блин, вот это мне не очень нравится, честно говоря. Я люблю, когда я просто приезжаю на заправку, 5 минут потратив все времени и поехаю дальше. Вот это мой вайф. И ездишь там 2 дня спокойно. Ну, смотря на какой машине, конечно. Не уверена пока, что мне подходит электрическая машина, электрокар. Адель, насколько тебе понравилась эта машина по 10-бальной шкале? Ну, я бы поставила семерочку. Это реально прикольная машина. Но первое, меня смещает, что это электрокар. Пока что я не могу принять тот факт, что нужно заряжать машину как телефон. Потому что у меня с телефоном-то проблемы на ночь, знаешь, воткнуть зарядку. А тут еще целый такой шланг нужно тащить. Выглядит очень красиво. То есть тебе понравилось то, что она красивая внешне? Удобное сидение сзади, но проехав какое-то время и посидев, посидев, посидела, я не скажу, что это фаворит, мой фаворит и моя мечта купить BMW 7. Кстати, Миша говорил, что ему понравилась эта машина, но он в ней, по-моему, не сидел. После этого ролика я скажу ему, что нам такая машина не нужна. Бой с Теней, давай, бой с Теней. Ехай там, давай. Сейчас я объясню, почему Аделя так странно стоит. Сзади нее скрывается машина, которая по мне так очень ей пойдет, по ее характеру. Это Ram Tricks. Аделе это название пока ничего не говорит, но я думаю, что вы уже начали представлять, что это. Это 711-сильный монстр. Что, пойдем? Поворачивайся. Вон тот монстр тебя ждет. Вот эта вот машина, мне кажется, очень круто подойдет для каких-то путешествий. Где грязь, квадроциклы, какие-то, я не знаю, карьеры. Честно, я знаю, мне сейчас спросят про цену. Я вообще не понимаю, сколько она стоит. Офигеть, она большая. Но она немножко мне напоминает, знаете что? Уайзик. Ну, давай заведем. Давай. Еще. Но звук, конечно, не как у М8. Не как, вот только что хотела сказать, да. Ну, как бы такой рычащий, но если М-очкой так поделать, там, конечно, просто. Ну, такая опасная машина для опасного человека. Давай сейчас примерно скажешь, сколько она стоит. Я предполагаю, что 10. Обязательно бери в расчет то, что она привезена из океана. То есть транспортировка это очень дорого. Потом она сделана из хороших материалов. То есть для Америки вот алькантара и вот эта вот кожа, это типа вышка. Потому что они любят все такое, типа синтепоновое. И она еще четырехместная. Обычно они покороче бывают. Окей, давай 14. А-а. Больше? Да. 20. 17. Она стоит столько же почти, сколько семерц. Честно? Ну, она прикалывает меня, но я бы, наверное, не купила такую машину за 17 миллионов. Классная. Мне нравится, честно, как ты смотришься за рулем эту машину. Я прям кайфую. Ты такая, знаешь. Мамка решала. На разборке, которая едет, да? Ну да, да, да. В школе обидели, и она просто... На самом деле, очень прикольно, но она, кажется, такая огромная. Но она и есть огромная, конечно. Некомфортно чувствуешь. Чуть-чуть, как будто некомфортно, с учетом того, что, ну, прикинь, ты сейчас вот на М4 проедила. Кто там? Я вроде ничего не знаю. Все нормально, нормально здесь. Мне просто очень страшно, знаете что, зацепить ее, потому что... А прикинь, как парковаться на ней? Это же вообще... О, слушай, она, кстати, достаточно хорошо набирает. Валит? Валит, да. Блин, а интересно, как она по котикам будет ехать? Давай попробуем, прям сходу так. Давай, я просто... Честно, вообще не чувствую. Вообще, я бы здесь на М-ке просто, я не знаю, у меня спина бы... Раз позвонок, два позвонок, вот так. Она очень хороша. Дэм, она в порядке. Ой, я немножко проехала. Она, кстати, тормозит не быстро по сравнению с М-кой. То есть вот я сейчас тапочку, ой, этот газик в пол нажала. Я думаю, что в Америке такая машина стоит вообще миллионов семь. Основу паркинга, пожалуйста, записывайтесь, учитесь. Знаешь, что еще прикольно в этой тачке? Вот я бы тут повалялась. Джентльмены, можно вашу руку, пожалуйста? У меня шорты, нормально. Бля, аккуратно, пожалуйста. Она была не с элегантностью. И он вот, он двигается вообще, нет? Да, да. Это есть. А ты не чувствуешь? Я не чувствую. У меня все это, знаешь, типа... Не, он прям хорошо шатается. Можно 50 цента, пожалуйста, поставить? 50 рублей поставьте. Оцениваем, значит, нашу машину, наш рамчик, зверя. Для повседневной жизни я бы поставила ему пятерку. А вот для... Это из десяти. Это из десяти. А если бы мы поехали на какой-нибудь лютый замес, я бы поставила ему десяточку. Даже еще не проехавшись, ты уже ставишь такую конфетную десятку. Я думаю, он вывезет. Пока из двух машин я выбираю BMW. Ну, на самом деле, мне кажется, что тебе вот ни одна не зашла, потому что я знаю по себе, когда я вижу тачку, которая прям мне нравится, я усыпаюсь, и я понимаю, что, блин, не хочу от нее отходить. Факты. А если мне никакая не понравится? Придется катать мне на Бэхе Диме ее, походу, на М3. Ну, еще выберем, и будешь ездить на своей. Факт. Ой. Ребята, мы переместились в jet-car, и как вы можете понять, сейчас мы будем здесь рассмотреть разрывные тачки для Дельки. Наверное, уже у тебя глаза такие разбегаются потихонечку, да? Давай начнем с Бентли. Вот сразу с хода. Как ты думаешь, сколько она стоит? Ну, я предполагаю 25-30 миллионов рублей. Она стоит 23,5. 23,5. Ну, я стою 25-30, поэтому почти попала. Цвет мне очень нравится. Машина для тех, кто никуда не спешит, но при этом может повыебываться. Хотелось бы проверить ее в использовании. Давайте, прыгаем. О, смотри, какая подсветка здесь. Бэ, видишь, да? Прикольно, субина опять. О, май, у нее карбон эдишн. У нее очень мягкая кожа напа. У нее здесь такое хрустализированное оформление дефлекторов. Выглядит дорого-богато, как будто бы я жена какого-то миллиардера. Ну, прям вот, ну, долларового. Я, да. Да. Заводится достаточно так. Звук. Звук как будто бы, знаешь, тапочку полу, 250 летишь. Да, у нее, по-моему, кстати, В12. Блин, руль мне нравится, честно. Такой богатый. Очень серьезный. Дорогой, да. Она плавная, да, машина? А мы сейчас поедем на ней, ну, покатаем. Почему, собственно, я за рулем, а не Адель? Потому что Адель очень ответственная девочка, и она не хочет лишний раз рисковать. Я ее прекрасно понимаю. На такой машине как бы за 23 лямчика, знаешь ли? Ой, хорошо. Фига, навалит, навалит, охренеть. Кажется, достаточно плавная, но когда даешь газ, чувствуется вот этот вот момент. Слушай, она нормально вообще может, да? Да, в общем, казалось бы, что она такая какая-то громоздкая, неповоротливая. Я думала, что она гораздо медленнее будет разгоняться. Рассказывай, как ты сдавала на права? Я сдавала на права в 19-м году. Сдавала я в городе Киров. Сдала я с первого раза. И, кстати, когда я сдавала площадку, на площадке, я заехала в горку на ручнике. Короче, она заглохла. Но я сдавала не на автомате, а на механике. Ко мне приходят полицейские. И я такая смотрю, и я на ручнике, и я такая, ооо. Он говорит, ты первый человек, который на ручнике смог заехать в горку. Поэтому ты сдала. Он меня простил, потому что это реально была, ну, как бы, не совсем грубая ошибка. Он понял, что я разволновалась. Тебя простили тоже. И, слава богу, потому что меня вот так вот трясло. Слушай, мне понравилась эта малышка. Очень жалко, конечно, что я реально переживаю садиться за руль. Плюс я на каблучках. Причем, знаешь, она делает так, типа, элегантно. Элегантно. Она так рычит. Рычит немножко так. Рыська такая, да. А давай сейчас какую-то общую оценку туда. Что тебе понравилось в этой машине? Слушай, мне понравился салон сейчас. Он мне понравился, но я думаю, что красный цвет. Мне бы немножко поднадоел. Красиво внутри, дорого, богато, элегантно. Что мне еще понравилось? Рычание ее элегантное. Она неплохо набирает скорость. Я бы почувствовала ее лучше, если бы я была за рулем. Надо было. Ставлю машине смелую 8,5. А что, а в чем минус? В чем минус? Заднее сидение. Потому что, да, очень тяжело, я вижу, сидеть нашим пацаналом. А второй минус? А Дэй скажет уже наверху. Какой еще один минус? Я бы не назвала это даже минусом, наверное. Но она такая вот, как будто, когда мне было бы 30, это была бы машина прям для меня. Как будто пока не по статусу. Не совсем меня олицетворяет. Дэлечка, скажи, когда вы начали встречаться с Мишей, когда первый раз он тебе дал покататься на какой-то машине? Прочти вообще сразу. Уважение и респект. Это прям сильно. Да, и он еще мне говорил, давай тапочку в пол, давай, давай, давай. Я говорю, ты что гонишь, а мне страшно. А у тебя были какие-то казусы на дорогах? Один раз у меня был казус в, наверное, 2019 году, как раз таки, когда я получила права. Я жила в городе Киров, у нас максимум было две полосы в одну сторону. И вот я еду по левой полосе, зима, у меня играет музыка. Сзади меня едет скорая намигалка, в которую я должна, конечно же, пропустить. Все машины начинают смещаться в правый ряд, чтобы пропустить скорую. Я тоже сместилась. Скоро проехала, я развернулась и поехала дальше. Проходит три дня, мне звонят с полицейского участка и говорят, вы уехали с места ДТП. Все, вам лишение прав. Я такая, с какого места ДТП? Меня вызывают в участок ДПС. Я прихожу, мне говорят, вот такого-то числа. Вы врезались в Рено, там, Логан, женщины, короче, все там на вас очень зла. Вы уехали с места ДТП. На что я говорю, покажите мне видео, где я врезалась в это Рено, Логан. Ну, то есть я бы никогда не уехала с места ДТП специально и не с тех людей. Так получается, что у человека, который ехал сзади меня, был видеорегистратор. И когда я как раз-таки пропускала скорую, я не уверена даже, что я задела машину. Там был на ней снег из-за того, что была зима. И как бы снег слетел с машины, но никакого сильного удара не было. В общем, проходит время, я встречаюсь с этой женщиной, чтобы посмотреть, что у нее с машиной. А у нее весь зад реношки. Уже в код, как типа краска слезла, уже покрашена сто раз жопа, получается, у машины. И она мне говорит, ну, давай мне 30 тысяч рублей, и мы с тобой разойдемся. А я-то понимаю, что у нее, ну, типа, жопа настолько убитая, что даже мое касание об ее машину не причинило такого вреда, насколько она выглядит. И, конечно, она хотела поиметь с меня деньги, потому что увидела, что я еду на Мерседесе. Куда я их хотела? В итоге она подала на меня в суд, и я заплатила там штраф, типа, 1500 рублей по суду. И все. И второй казус случился недавно. Я ехала на Мишиной машине. На М8. И, ребят, ну, я реально настолько аккуратно вожу чужие машины, потому что я чувствую ответственность. Я еду, значит, на машине, и слева очень много подписчиков собралось. Я проезжала рядом со школой, и они начинают мне что-то кричать, орать. А у меня было такое плохое настроение, что я не хотела ни с кем общаться. И я думаю, уеду-ка я сейчас быстро. А там, получается, одна полоса, и она идет на расширение. И я, короче-то, думаю, ну, сейчас быстро вот так вот проскочу. И, блядь, я просто так проскакиваю, что я очень сильно ступаюсь правым задним колесом. И я еду, и просто я уже понимаю, что я его шкваркала. Но я еду до того места, где можно остановиться. И молюсь, чтобы там ничего не было. Потому что мне так плохо стало. Я выхожу, и там, ну, я прям хорошо поцарапала диск. Не машину, а именно диск. Но вот прям сильно. Звоню Миша. У него такое лицо. Все, ему плохо. И он такой, все, ты больше на моих машинах не ездишь. И мне от этого становится еще больше обидно. Я начинаю рыдать. И он мне такой, ладно, все, все, ездишь, ездишь. Ну, чтобы меня успокоить. Потом я с ним увиделась. Он говорит, давай, я все починю, ничего страшного. Я принципиально сказала, что я сама получу ремонт этой машины. Я отвезла машину на ремонт. После этого, конечно же, он мне думал ездить на машину. За что я его очень сильно люблю. Потому что это реально была случайность. И я считаю, что у всех водителей случались какие-то казусные моменты на дорогах. И это нормально. Окей, переходим к следующему экспонату. Я думаю, что у тебя сразу пробудилось такое чувство внутри. Ты посмотри на ее глаза. Посмотри, как они загорелись, да? Я думаю, что у тебя тоже загорелись. И это не просто М4. Это Нюрнбург Линг Эдишн. Что это значит? Нюрнбург Линг это самый известный трек. Потому что там гоняют самые известные гонщики, Формула-1 и других этапов. И это специально BMW выпустили такой Эдишн М4. И смотри, какие у нее тапки. У нее красный салон. А у нее юбка черного цвета. Ну и, конечно, стоят мишки. А можно я уже сяду? А? Сразу глаза загорелись. А так, такого в Бентли не было, да? Заметили? Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Да, хороша чертовка. Да, да, это она. Да, это она. Я не знаю, как бы, что сказать. Потому что для меня Бефа это реально сейчас одна из самых любимых машин. Я не понимаю пока, конечно, чем она отличается. В езде, наверное, ничем. Да. Она просто отличается твоим знанием о том, что у тебя особенная машина и таких мало. Это мы всегда любим и это всегда приветствуется. Так, ну что, я думаю, что надо будет катнуть на ней. 100%. И уже ты не отверстишь, что ты будешь за рулем. Я буду за рулем, да. Ребят, небольшая вставочка. Настя продает здесь свою тачку. И я вспомнила одну не очень хорошую историю, которая произошла с Ламбой. И, как оказалось, это вечная проблема именно Авинтадоров. У них снимают какой-то узел в выхлопной системе, из-за которого очень часто задняя часть загорается. Недавно в центре Москвы сгорел Авинтадор полностью. Это был такой эпик момент, когда горели на месте 35 или 40 миллионов рублей. Слава богу, по-моему, он был застрахован. Очень жалко, когда такое произведение спусту горит. Я обожаю красивые машины. И очень неприятно, когда на такую красивую машину одну становится меньше. Адель, помнишь, ты мне говорила, что ты бы хотела В-класс либо Урус? Да, очень. Я решила сделать такой подгончик. И сейчас мы посмотрим, был класс. Готово? Я очень. Непростой, а почти золотой. Я открываю. Я не знаю, что там внутри. Я реально сама не знаю. Поэтому будет сюрприз. Оу, май! Вау! Пахнет даже по-особенному. Как-то по-богатому. Это очень классная машина. Просто капец. Тебе нравится, да? Очень нравится. Мне очень нравится. Если откудаешь, сколько она стоит. Да что? То ты будешь молодец. Жаль, что если бы я отгадала, сколько стоит. Пока не такие бюджеты. Мы не мистер-фест, но мы двигаемся к этому. Опа-на! О, мамочка! Я хочу! Ты все, выбираешь ее? Я хочу ее. Вы идете нафиг, то есть? В смысле? В смысле? У нас есть БМВ, я хочу в окрас. Блин, очень-очень круто выглядит. Стоит 35 миллионов. 40. Она стоит даже меньше. 30. Да. Это очень красивая машина. Это просто. Смотри, тут еще есть общение с водителем. Потом здесь есть мигание. То есть можешь выключать, включать. Потом можно выключать контурную подсветку. И, Зай, если у тебя как бы есть что обмыть, ты делаешь вот так, и у тебя выезжает что угодно оттуда может выехать. Я в восторге. Ну зачем ты мне ее показала? Вот что мне теперь с этим делать? На самом деле, я бы хотела, чтобы Миша купил эту машину себе, а ездила бы на ней я. Короче, я беру. Берем? Я беру. Все, 30 лямов она берет. Давай. Мне кажется, даже кататься не надо, тут так все понятно. Не надо кататься. Тут весь кайф, а внутри машины. А на самом деле, ты вот ездок за рулем, или ты вот ездок такой? Я ездок за рулем, но так как у меня очень много работы в телефоне, типа я постоянно на связи. Поэтому это очень идеальная машина для того, чтобы работать и кайфовать тут. Я бы в ней даже спала. Все, ребят, мы выходим. Как бы мы выходим. Я не выйду! Нет! Я выхожу. Мы закрываем тачку и оставляем Адель там поспать. Все. Салам. Салам. До свидания. Господи, как тут круто. Какая ты крутая машина. А вы думаете, что вы на себя? Меня сейчас кто-то будет увозить. Опачки! Это что за воровство такое? Идем, мы тебя обезлили на кавказскую свадьбу. Никакой кавказской, только славянская, только с Михаилом. Не говори глупостей. С Михаилом. Она без пробежа. То есть, на ней не погоняй. Да, я поняла. Блин, она вызывает такое желание на самом деле. Как хочется на ней, да. Вообще, это очень сложно. Общий пробег реально 70 километров, ребят. Малышка только выехала с конвейера. Слушай, какой у тебя был первый опыт в выживлевом тачке? Полноценный опыт у меня случился на Мерседесе Мэри. Который ты купила? Который я купила, да. Он стоил где-то 400 тысяч рублей. И ты в свои 19-го? 19 лет. Ты накопила и купила? Да. Аниматором ты работала? Официанткой. Официанткой. Долгое время я работала, да. Потом я уже начала моделить, когда переехала в Киров. И там пошли твои первые, условно говоря, большие деньги? Ну да. Неплохие, хорошие деньги. Особенно для города Киров. Мне как хочется там куда-то одеть. Знаешь, чувствую себя старпером, который купил себе БМВ и не может как бы нажать на газ. Слушай, на самом деле прям чувствуется, что она без пробега, потому что она еще такая как бы тяжеленькая немножко. Но, блин, я в восторге от любой БМВ. Мне кажется, когда девушка едет за рулем Мерседеса, все думают, что она насосала. А когда девушка едет за рулем БМВ, все думают, что она такая пацанка, знаешь, ровная девка. Очень часто, когда я за рулем БМВ, девочки, которые ездят на машинах, начинают догонять, пристраиваться получается. Там в левую, либо в правую полосу, наверное, в надежде на то, что там сидит какой-то прикольный парень. Ну, а там сижу я и... Ты пожар Макан. Да, да, да. И знаешь, у них сразу лица такие грустные становятся. Мне весело за этим наблюдать. Ну и часто, конечно, если ты едешь просто по дороге, девчонки тоже оборачиваются на БМВ. Какое у тебя впечатление об этой малышке? Десятибальная шкала. Десять из десяти. Добавляет шарма. Тот момент, что она особенная. Конечно, в езде эта малышка просто высший класс для тех, кто любит похасанить. Но ездим мы аккуратно, потому что знаем, как это небезопасно для нашей жизни. Берегите себя, думайте о своих родных и сильно не гоняйте на дорогах, не исполняйте. Ну, это просто бомбочка, нереальная. Как ты думаешь, сколько стоит этот эдишн? Блин, раз она какая-то эксклюзивная, ну, 23. И жидкар такие, ну, а почему бы, да? А сколько? 14. 14. Блин, просто я вот подумала, если она такая эксклюзивная, то она должна стоить как будто бы... Ну, сколько обычная стоит? 12? Ну, да. Ну, вот Мишина стоила типа 14 миллионов. Которая призрак? Которая призрак. М4, ты себя классно показала. Спасибо тебе большое за твой красивый внешний вид. Но мы сейчас переходим к машине. Я не считаю, что она Мерседес, потому что это особнячок, который стоит уверенно, и его как будто хотят все. Мы переходим... Ну, как будто вот Брабус обвес меня очень сильно возбуждает. Возбуждает, реально, другого слова не найти. Мы передвигаемся к нему, и прямо сейчас он появится позади нас. Три, два, один. Ну что, мальчик позади нас? Вау! Мальчик у нас почти в таком половинчатом обвесе Брабус. Юбки, передний вот этот бампер и противотуманки. Кстати, карбоновый, насколько я вижу. Ну, такой уверенный малыш. Самое время его завести. Такое рычание. Такая пантерочка уже. Ну, я поехала. О, руль Альчантара, посмотри. Ну что, давай на нем проедемся? Я просто забыла, как ездить. Я начинаю тут, поняла, как на Бэхе. А, искать селекцию. Да, да, потому что я забыла, что тут вот так вот все переключается. Ой. А что я сделала? Это ты, видимо, в нейтралку как-то перекинула. Давай еще раз. Я сломала машину. Это Мерседес, это Мерседес. А что, у него селекция, как у меня, он ничего. У него секретка стоит. А-а-а. Все, пока. Все, не покупаем. Нам больше В-класса, на самом деле. Попробую, мама. Просто как будто бы не надо смотреть на машину. Можно чуть вперед проеду? Он пишет сразу какие-то ближайшие заправки тут. Луко, тут нефть. Это не реклама. Я, кстати, не люблю пользоваться вот навигатором, который встроен на машине. Я привыкла просто включать навигатор на телефоне. Улица Литвина-Седова. Литвин, ты посидел, пока смотрел этот выпуск. Малыш мой, ё-моё. Я могу сказать, что мне сразу не нравится в этой машине. Что? Здесь очень такая вот эта вот кожа грубая. Блин, как будто чуть дешевит. Мне больше нравится такая гладкая. Гладенькая. Вот, вот как здесь вот, короче. И здесь обычно стоит карбон пакет. Ну, видишь, здесь у нас дерево. Здесь изнот в реку. Я еду, и мне страшно, что я загену потолок, поняла? Не, все нормально, я проверила. Ну, хорошо, он как бы едет на самом-то деле. Блин, но он очень грозно выглядит в отражении. Просто посмотри на эту мразь. Ты такая... Бутылку хочешь поставить тебе сюда? Будешь переключать. Скажи, пожалуйста, что ты считаешь дорого? 30 миллионов за ту тачку, которую мы посмотрели в класс. Это дорого или это недорого? Ну, нет, вообще, в любом случае, 30 миллионов, это дорого. Смотри, они просто там в поту по мокрому. Давай, короче, прямо на них рыхнем вперед. Что-то она, прикинь, она не это. Не отозвалась? На газ? Нет, я вообще жму в пол, она не едет. Я отвечаю. Она как будто ограничитель скорости тут стоит или что? Ну, возможно, но это не в этом дело точно. Странно, что она так едет. Адель, ты чего? Короче, ребят, машина полная говно. Я не хочу ее брать. Тапка в пол не жмется. Противотуманки не врубаются. Машина врубилась с какого раза? С пятого раза я не беру эту машину. Ну, ладно, на самом деле не совсем такое уж и говно. Неплохая машина, но поездив на БМВ, поездив за рулем других машин, которые ты мне предоставляла на выбор в этом ролике, я поняла, что вот именно этот гелик не везет мне вдаль. Don't like. Но тебе сегодня придется отгадать, сколько он стоит. 35 железных стоит. А если я тебе скажу, что он стоит 16, ты бы его забрала? Реально 16? Да. Почему? Вот это большая загадка бермудского треугольника. Цена 16. Пока на сегодняшний день не могу вам дать дополнительную информацию. Ответил, как будто в аэропорте работают. Нет, ну просто вообще такой бы гелик, ну как бы стоил 30-ку, 35. 23,25. 23,25. Да. Слушай, ну если 16, в принципе, можно обсудить. Дорого и недорого ты меня спрашивала. Да, 30 миллионов это в любом случае дорого. Но если вот брать этот В-класс и его стоимость, я считаю, что на такой В-класс не жалко 30 миллионов. Я буду ездить каждый день, мне будет комфортно, мне будет удобно в нем работать, там закрываются шторки, я не знаю, ты можешь увидеть водителя, можешь его не видеть. Также включается звездное небо, звук, который ты можешь передавать водителю. В общем, куча плюсов. Она мягкая в любом случае, В-шка. О, короче, я бы заплатила. Кажется, из-за нее вылетели, я бы заплатила. Я бы заплатила. А вот, допустим, хорошо, кофе кофемейни стоит 510 рублей, если ты берешь его на вынос, и 570, если ты его берешь там. Это дорого или это достойно? Ну это как бы нормальный день. Честно, это дорого. Но кофе хороший, поэтому те, кто имеет возможность, могут его брать. Все равно дорого, пиздец. Давай от 0 до 10 какая оценка гелика? Ладно, ну уж не прям говно, честно-то сказать. Этому гелику семеро. Семеро. Минус за что и плюс за что? Минус за то, что я не разобралась, как она, наверное, минус мой, а не гелика. Что я не разобралась, как включать противотуманки, правильно. Плюс она у нас не заводилась. А, мне еще, кстати, не очень нравится, как хлопают двери у гелика. Какую-то хату закрываешь деревянную, так, бов, нужно постоянно хлопать. Я люблю, когда доводчики стоят. Цена приятно удивила, поэтому можно смириться с этими маленькими недочетами. А, еще минус, она не жалась, глаз не жалился. Ну, плюс-то какого у него есть? Цена. Цена еще? Ну, красивый, большой, опасный зверь. Какую тачку ты выбираешь? Что, если это будет одна, то это V-класс. Почему? Объясню. Ну, V-шка просто соска, нереалка, но V-шки у нас в семье есть, и я хочу привезти в семью V-класс. Что-то новенькое. Да. Хотя я думаю, что может недолго прожить, потому что с Мерседесами у нас проблемы вообще. Все, Адель выбрала V-класс, ребят. Ставьте лайк, пишите свое мнение внизу на все наши диалоги. Мне кажется, мы очень насыщенно поговорили, и вам должно было понравиться. Пишите, с чем согласны, с чем не согласны. Подписывайтесь на канал. Вы выбрали, и, конечно, подписывайтесь на канал. Конечно. Все, отправим ему большой поцелуй. Да. Все, Адель покупает тачку. Адель покупает BMW M4 Competition. Ура! Ключи. Вот, подписываем. Держи, теперь ключи от твоей машины. Вот это поворот!